Подай мне свою грузку пригладить, я тебя потом отдам. Не дам. Ну почему? Потому что ты ее исполнишь. Не исполчу, плавно-плавно. Все равно не дам. Сзади на говядина соленый огурец. По полу валяется, никто ее не ест. Ммм. Ммм. У меня самая пластивая грузка. Еще отчего, это у меня самая классивая. Еще отчего, у меня самая классивая грузка. Мне ее только из Москвы привезла. Ого, прям из Москвы. Да, прям из Москвы. Самого известного магазина грузок. Блин, я тоже такую хочу. Хе-хе-хе. О, а хотите ли я вам сутку расскажу? Хотим. Ну, тогда слушайте. Во время медосмотра, Влад сплясивает у Вовочки. У тебя есть какие-нибудь залобы на уси и нос? Вовочка отвечает. Есть. Они мне мешают, когда я одеваю свитл. А еще одну сутку хотите? Хотим. У Вовочки в аквалиуме сдохли липки. Папа сплясивает Вовочку. Почему ты липком воду не поменял? А Вовочка отвечает. Так они это еще не выпили? А ты что, только про ловочку анекдоты знаешь? Ой, можно подумать, ты лучший анекдот знаешь. А может, я знаю. Ну, тогда я скажи. Тибуласка говорит Клокодиле и Гене. Давай выйдем на солнце прогреемся, над лавки поваляемся. А Гена ему отвечает. Ты что, совсем с ума сошел? Мозелы бы. Чего? Ну и где здесь смеяться? Ой, ничего вы не понимаете. Ну, что ты платишь? Меня мальчики обидели. Ну, не расслабивайся. Смотри, какой семенок. Мне нужен твой семенок. Ну, котец, я тебе конфеты подалю. Конфеты? Хочу. Конфеты, значит? Ну, все, я тебе сейчас покажу. Ну, ты чего? Дула, что ли? Ах, ты сталый козел. Значит, конфетки долить собрался. А как же я? Сама ты сталый козел. Я вообще-то не стал. И мне всего четыре года. И я не козель. Козел, козел, козел. А ты, а ты, а ты, а ты дула дулацкая, вот. Я? Так, 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 так. И что это у нас тут происходит? Меня Валдемал обидел. Ай, это она меня козлом сталым обзвала. А он те мальчики не смеется с моего анекдота. Боже, за что нам это наказание? Нам здесь еще долго торчать. Те двое заставили нас быть воспитателями этого седьмого Б. И мы будем с ними мучиться, пока они все не вспомнят и не превратятся в магов. Упс. Ну что еще? Я обкакался. Ага, кто с ней пойдет? Чуть я. Ладно, Вальдемарушка, пойдем мыться. Короче, надо валить отсюда как можно скорее. Прошло три часа. Нет, так больше продолжаться не может. Давайте быстрее учить их магии. Согласна, у нас мало времени. Если мы не успеем, солнце и луна сотрут нашу память навсегда. Это еще ничего. Они и нас навсегда стереть могут. Так, ребята, потише. Тишина! Ты что творишь? Ты зачем их пугаешь? Я больше ни с кем в туалет не пойду. Итак, дети, вы хотите научиться магии? Я хочу! Да, но вообще-то магии не существует. Как не существует? Существует. Сегодня мы будем учиться превращать друг друга в зайчиков. Ух ты, в зайчиков класс! Значит так, разбейтесь по парам. Итак, вам нужно представить, что ваш друг это зайчик. И сделать вот так вот. Абада кедавра. Понятно? Здесь ничего не получается. Я хочу домой. Постарайтесь еще. Все у вас получится. Абада кедавра. Абада кедавра. Да, эти тупицы безнадёжны. Слушайте, если они не могут простейшие заклинания из тёмной магии сделать, то как мы им объясним технологии будущего и инопланетную магию? Понятия не имею. Похоже, у нас проблемы. Мы отказались! Ребят, нас зовут, как же хорошо. Что? Всех? Ага. А этих мы на кого оставим? Они ж обкакались. А пофиг, с ними ничего не случится. Ну и зачем вы нас вызывали? Да вот, решили узнать, как продвигается дело с инициацией седьмого Б. А как оно может продвигаться? Им по четыре года, они не понимают ничего. А мне вот интересно, зачем нас надо было запихивать в поезд-пожиратель, стирать память и заставлять их всех думать, что им всего по четыре года? А это не ваше дело. Мы вас предупреждали, что будет, если вы не справитесь. Так вот, время вышло. Раз у вас нет никаких успехов, вы сами станете детьми. Нееет! Нееет! А как вас зовут? Меня зовут Ксюся, но можно просто Ксю. А меня зовут Егор. А меня зовут Ева. Надо понять, что с ними дальше делать. А давай у их подписчиков спросим. Если они напишут в комментах слово Солнце, тогда мы будем с ними играть. Ну а если они напишут Луна, мы их всех убьем. Здравствуйте, дети! Здравствуйте! В предыдущей серии вам повезло. Ваши подписчики выбрали, чтобы мы с вами играли. Поэтому мы с вами поиграем. А что такое подписчики? Я не знаю. Это, наверное, те, кто подписывает. Главное, чтобы не подкакивали. А вы что тут делаете? Ну как что? Мы в детском садике. Нас мамы сюда привели. А как вас их мамы забудь? А я не помню. И я. И я тоже. Так, дети, не плачьте. Мы сейчас с вами будем играть в игру. Уда! 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 Я повернусь к вам спиной и начну петь песенку. В это время вы должны потихоньку идти вперед. Когда я вернусь, все должны замереть. Если я увижу, что кто-то шевелится, то я его убью. Вот это я, какая кляшная игра. Ага, очень интересная. Я сто плацентов во всех победю. Нет, это я во всех победю. Это я во всех победю. Хм, такое ощущение, что я играла раньше в эту игру. Странно. Так, стоп. А почему я только что говорила, как маленький ребенок? И почему я сижу на полу? Что такое? Почему вы так говорите? Что такое? Почему все так себя ведут? А что здесь Ксю и Егор из Деватва делают? Привет. Капец. Тут еще аниматроники. Солнце и Луна. И они хотят с нами играть в игру в кальмарах? Ксю, тут творится что-то странное. У тебя есть генератор полей. Включи его, срочно. Ксю. А, ты прям вот эту в тучку? Ой, а что это за кнопочка такая интересная? Остановить время. Странное название возьми. Не нажимай. Нет. Ух ты. А что это только что было? Фигня какая-то. Чего? Аниматроники Солнце и Луна? Они нас еще тоже с четырехлетними сделаны. Может ты объяснишь, что здесь происходит? А что ты только что сделала? Ты остановила время для наших воспитателей Солнца и Луны? Ты фея? Да нет. Она скорее ведьма. Из будущего. Эй. Ого. Ведьма. Ева, Егор, вытащи его. Уходи отсюда, войска. Я тетя. И у нас молоть наших воспитателей. Затем ты их замолозила. Точно. Забыла. А что мы здесь делаем? Походу, нас тоже в детей превратили. Именно. Я остановила время для Солнца и Луны. И у нас есть пять минут для того, чтобы придумать, как отсюда выбраться. Это что? Аниматроники хотели с нами поиграть в игру кальмара? Походу, да. Только зачем? А за тем, что ваш любимый Дуревич вызвал белого сиреноголового. А мы вызвали черного. А им нельзя приближаться к друг другу ближе, чем на сто метров. Вот и произошел огромный взрыв. И после него мы превратились в четырехлеток. Но вы же вроде были нашими воспитателями. Значит, вас взрыв не затронул. Да. Защитное поле сработало. Аниматроники заставили вас воспитывать, чтобы вы снова брели магию. Но мы не справились. И они тоже сделали из нас малышей. О чем они вас все говорят? У нас что, Ланч, была магия? Мы что, волцевники? Ула! У вас есть идеи, как им память вернуть? Нет. А у тебя же есть генератор полей. Верни им память, как нам. Не получится. Их слишком много. Генератор перегреется. Да и поле заворозки этих аниматроников скоро закончится. Надо искать другой способ. Давайте как-то побыстрее. А если мы волшебники, давайте наколдуем молодые. Да, молодые. А я считаю, что никакие мы не волшебники. А эти дяди и тети нас лозыглывают. А еще я, по-моему, сейчас еще лоз обкакаю. Ну нет, девочки, давайте быстрее думайте. Удую еще, походу, понос. Да, давайте быстрее. Аниматроники сейчас очнутся. Сам ты дулевец, злой дядя. Меня зовут Вальдемал. Так, так, так. Восстановить память, восстановить память. Точно. Во! И что это? Ты что, не помнишь? Это же синий коктейль памяти. Восстановить память. Восстановить память. Восстановить память. Чего? Самый настоящий. Тогда надо, чтобы все его выпили. Ага. Дай-ка мне. Вот, попейте, а то мы полдень пропустили. Да это просто компот из ягод, не переживай. Офигеть. Мне такой глупый сон приснился, как будто мы в детский садик попали, и нам стерли вообще всю память. Так это и не сон был. Егор? Опять тридцать пять. А что ты тут делаешь? Ты же этого, того, сдох. Потом все объясню. Сейчас не до этого. О, а это что за чудики? А это новые распорядители. Распорядители? Ага. Пока вы думали, что вы в садике, нас заставляли за вами присматривать и учить вас магии. Чтобы вы снова стали магами. Мы спрашивали, зачем им это надо, но нам никто не хотел отвечать. Так как вам было по четыре года, естественно, вы не понимали, чего мы от вас хотим, и поэтому у нас ничего не получилось. Из-за этого нам стерли память, и мы тоже стали детьми в детском саду ФНАФ. Ребята, у меня есть к вам одно очень важное предложение. Бежим! От кого? От них. От аниматроников Солнца и Луны еще никто не спасался. И не надо думать, что это один аниматроник. Это два разных аниматроника. И Солнце вовсе не доброе. Солнце и Луна заодно. Так, может, мы все-таки воспользуемся предложением Егора? Солнце и Луна заодно. Солнце и Луна заодно. Фу-ты, мы опять в мире иллюзий. В мире иллюзий? Это как? Существует много таких миров. Мы уже были в одном. Там главным был древний Хаски. Это совершенно другой мир. Это мир иллюзий ФНАФ. И что нам теперь делать? Чтобы попасть в настоящий мир, нужно разрушить этот, искусственный. А как мы сможем уничтожить целый мир? Уничтожить этот мир может только самая крутая аномалия. А как известно, самая сильная аномалия – это сиреноголовый. Но сейчас он разделен на две части. Белый сиреноголовый и черный сиреноголовый. Короче, нужно, чтобы они дотронулись друг до друга. И стали одним целым. Зашибись. А как мы это сделаем, если им друг к другу на сто метров приближаться нельзя? Вот именно. Мы уже пробовали. И все взорвалось к чертовой бабушке. Опачки. Ребят, мне тут на телефон пришло сообщение от неизвестного номера. Тут написано, что наш план поможет осуществить синий монстр с красным ртом. А кто это, синий монстр с красным ртом? А может нам и подписчика спросить? Точно. Ребята, напишите в комментарии, что это за монстр такой, если вы знаете. Смотрите, здесь пишут, что это Хаги-Ваги. Но его же можно вызвать только с помощью хасячьей магии. Круто, чё? А у кого она есть? Мы ж не хаски. Ой, Ева, извини нас, пожалуйста, за то, что мы сделали. Мы больше так не будем, обещаем. Да. Помоги нам, пожалуйста. Ладно, так уж и быть. Хасямба-масяба, Хаги-Ваги, появлямба! О, привет, седьмой бой, а что случилось? Ээээ, ну тут такое дело, нам нужно соединить белого сиреноголового и чёрного. Причём, это надо сделать так, чтобы они не взорвались. Да, без проблем. Отлично, тогда я их вызываю. О, здорово, братец. О, здорово, братец. Так, а почему мы не взрываемся? Ребята, а давайте жить дружно. Нажмите друг другу руки. О, здорово. О, здорово. Пережа.